Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 октября. Страдания святых мучеников Карта, Папилы, Агафадера и Агафоники. Весьма полезно бывает вспоминать о тех, кои страдали за Христа. Ибо самое воспоминание об их мучениях может возбудить в нашей душе любовь к Богу и дать нашему стремлению к добродетели как бы некоторые крылья. Дабы мы, ради будущего воздаяния, мысленно претерпели те самые страдания, которые мученики понесли плотью. К сенуру страстоперцев, подъявших всей жизни мученические подвиги, принадлежат Карп и Папила, великие столпы и основания церкви. Оба они родились в славном городе Пергаме от блатвестивых родителей, и своей добродетельной жизнью обнаружили добродетели родивших их. Ибо святая ветвь растет от святого корня, добрый плод указывает на доброе дерево, и чистый поток доставляет славу источнику. Оба они довольствовались пищей и питьей только самым необходимым, отвергая все, что служит казнообразию и излишеству. Да и необходимого они употребляли столь мало, что отвечались от ангелов только плотью, так что по своему великому воздержанию казались почти бесплотными. Когда они достигли через такую жизнь совершенства в добродетели, то были найдены достойными того, чтобы им было вручено церковное управление. Карп был поставлен епископом и проповедовал слово Божие жителям Фиатиры. Папила же, которого Карп почтил в степени диакона, обнаружил ревность согласно своему званию в подобных же трудах. Слава о святых Карпе и Папиле распространилась по всем окрестным странам, как вообще добродетель обыкновенно не может укрываться, но всегда делается явною. По словам к всем святым мужам стало стекать великое множество народа, которые, слушая с усердием их учения, обращаться в христианство. Ненавистник всякого добра дьявол, видя это, не мог оставаться спокойным. Найдя усердных служителей своей злобы, он внушил им сделать на святых донос нечестивому царю Декию. И вот на Карпе и Папиле было донесено, что они не только не поклоняются богам, напротив проклинают их и следуют христианскому учению. Декий, услышав о всем, сильно разгневался и послал в Азию советника своего Валерия, ревностного язычника и жестокого человека. При этом царь сообщил ему все, что знал о святых, и дал полную власть над ними. Валерий, получив приказ, поспешно отправился на путь и прибыл на место, где жили святые, захотел принести жертвы богам своим. От него подчас же вышло повеление во все пределы святирской страны, чтобы все жители ее немедленно собрались на место жертвоприношения для поклонения богам. Так нечестивый не только сам был ревностным почитателем языческих богов, но и других хотел склонить к тому же. Когда все собрались на место жертвоприношения, то между ними не оказалось двух христиан, Карпа и Попилы, ибо они на ином месте приносили истинному богу истинную жертву, то есть молитву. Не найдя их среди собравшихся, мучитель повелел искать их. Когда затем они были найдены и приведены к нему, то он с гордостью спросил их, почему вы не единицы вместе с другими для принесения жертвы богам? И потом прибавил, поспешите перед моими глазами исправить ваш простудок, чтобы ненависть оклеветавших вас обратилась на их собственную голову, а ваша слава через то умножилась бы более прежнего. Святые же, не боясь страха и не ища человеческой славы, мужественно отвечали на это. Не должно нам на судея прогневлять нашего бога и быть неблагодарными за его к нам благодеяние. Ибо самые скоты были бы обличителями нашей неблагодарности, ведь и они знают своего хозяина. Мы же оказались бы не знающими нашего создателя, если бы почти луженых богов, оставив истинного Господа нашего. Когда они так говорили, Бог подтвердил слова их следующим знамением. Внезапно произошло сильное землетрясение, все идолы были низвергнуты и рассыпались в страх. Но злоба Валерия была сильна и непреклонна. Вместо того, чтобы поделиться неизреченной силею Божией и посмеяться к крайнему ничтожеству ложных богов, он оказался лишь еще более безумным и несмысленным. Пристыженный благородством и кротостью тех мужей, он удержался от причинения им тогда же самых тяжких мук и повелел возложить на шею железные цепи и водить их ногами по городу. Так доблестные подвижники, достойные высокой чести, были водимы по улицам с бесчестием, достойные несчастливых похвал, были осмеиваемы и подвергались поруганиям. Судья же думал, что наказанный таким бесчестием, а не изменит теперь твердости своего исповедания, замыслил привлечь их на свою стернуль стивыми речами и начал говорить. Если бы я не считал вас благоразумными, то никогда не стал подавать вам доброго совета, а склонил бы вас к нашей вере мучениями против вашей воли. Но так как ваше благоразумие и благомравие указывает на ваше свойственное великим людям умение здраво судить о деле, то я вознамерился быть для вас добрым советником. Но небезызвестно, я думаю, и вам, что слава и честь воздаются бессмертным богам с древних времен. И это остается так до сего времени не только у нас, знающих греческие и римские языки, но и у варваров. Ибо через такое усердие к богам города управляются добрыми законами, одерживаются победы над врагами и укрепляется мир. Почему же цари и князья римские достигли такой славы, что не спровергли города и народы и подчинили свои власти всех врагов? Не потому ли, что почитали богов и поклонялись им? Почтите же их и вы! И если через слова невежественных людей вы престились неразумно и только недавно появившейся христианской верой, то образуньтесь ныне и возвратитесь к тому, что лучше. Тогда и боги помилуют вас, и вы насладитесь многими благами, имеющимися у нас. А царя же ожидают вас в великие милости. Но если вы останетесь при прежнем упорстве, то и благо эти утратите и нас заставите поступить с вами с крайней жестокостью. Когда святые услышали это, то возвели очи свои к небу, сотворили крестное знамение и отвечали Валерию. Ты надеешься тотчас же обратить нас к своему злочестью, как каких-либо невежд. Но я знаю, что ни малодушные, ни малоумные перед тобою. Мы не считаем нашу веру почтенной, и зато только что она вера древняя, вашу веру, ибо не все то непременно честно, что древняя. Ведь и злоба древняя, однако еще не достойна за свою древность почтения. Не о том следует рассуждать, древняя ли ваша вера, но о том, должно ли ее принимать. Мы решили уклониться от нее и насколько возможно испортить ее из своей среды, как такую, которая уготавляет страшный геенский огонь, любящим ее. Если хочешь познать истину размысли, то ты найдешь, что ваши боги и суть нечто иное, как только дело рук человеческих. Они немы и глухи, и не могут привести никакой пользы не только другим, но даже и самим себе. Истинный Бог не изобразим по своему существу, не постижим для нашего разума, не измерим по времени, ибо не имеет начала своего бытия. Он вызвал к бытию все видимое и постижимое для нашего разума. Он создал человека, ввел его в рай и дал ему заповедь, чтобы человек навыкнуть быть послушным Создателю. По залости дьявола человек стал в прислушании и сделался повинным в смерти. Но дьявол не удовольствовался таким падением человека и поспешил отклонить от Бога и потомство его, чтобы люди умирали не только телесно, но и духовно. Так люди, оставив Бога и отвратив свои очи от света правды, впали во тьму и до заслужения. Пошли милосердный и новомилостивый Создатель, чтобы избавить человека от власти дьявола, сошел в нас, где он продолжал пребывать в то же время в лоне отцем и был подобным нам, кроме греха. Будущий предвожден ко кресту, он умер для издавления нас от греховного падения. Победив смертью своего врага нашего дьявола, он вошел на небеса и нас призывает туда же, сделав удобным для нас восхождение к нему. «Ты, о судья, можешь не сказать что-либо подобное о твоих богах, и не стыдно ли тебе называть их богами? Богатствами же нашими и почестями у царя, чем вы так дорожите, богатствами вашими, мы пренебрежаем, ибо ожидаем в себе награды от Бога, за которого мы твердо решились пострадать и умереть». Слушая эти слова, Валерий сильно разгневался. Он сбросил с себя лицемерную кротость и, не скрывая боли своей жестокости, прежде всего отдал имение святых на разграбление клеветникам. Самим же их, привязав к коням, повелел гнать сардис. И гнали коней с привязанными к ним святыми весьма быстро и без отдыха, чтобы в один день достигнуть из фиатиры сардис. Тяжел был путь тот для доблестных страдальцев, ибо не поспевая бежать наравне с конями, они были в легком и насилии, ударяясь от земли, терпели много страданий. Следовал за ними и раб святых мучеников, блаженный Агафадор, сострадая и соболезнуя своим господам. Достигнув сардиса, они не стали отдыхать после тяжелого пути, но провели большую часть той же ночи в молитвах и божественном пении. Когда же они немного уснули, ангелы Божии утешали их в видении и укрепляли к терпению в мучениях. Пробудившись от сна, они поведали друг другу виденное и весьма радовались благодаря Богу за утешение в печали и за обещание помощи в мучениях, и пламенно желали пострадать за Христа. Валерий прибыл сардис в надежде, что страдальцев после мучений, которые не претерпели в пути, будет легче склонить к безбожию. Беззаконный не знал, что святые еще более укрепились на подвиг благодати Божией и язвенное им введение. Кыря же Валерий увидел, что лица их светлее прежнего, что духом они крепкие и сердцем безбоязнены, потерял надежду победить их посредством мучений и снова обратился к лукавству, желая пресыть и уловить крепкую во Христе веру святых мягкими словами и разного рода ласкательством. И казалось, что лица боится с львами, ибо обощения его не приводили ни к чему и не могли одолеть тех, кого укрепляла помощь Всевышнего. Когда же Валерий увидел, что не достигнет ничего, задумал поступить с ними иначе. Карпа и попил им уже твердых и избранных, отдал под стражу славного же Гаафадора, слугу мучеников, который и сам был совершенным мучеником и по любви к ним оказался другом их и соучастником их мучений. Этого Гаафадора, растянув на земле, приказал беспощадно бить воловьими жилами. И состязались между собой судья и мученик. Судья хотят победить мученика, множеством причиняемых ран. Мученик же с такой радостью принимал рану, что казалось опасаться, как бы ни утомили избьющие, не прекратили раны мучений. Во время столь жестоких и продолжительных побоев из мученика, как бы из некоторого источника, истекали потоки крови, отпадали от плоть, а обнаруживались внутренности. Отпадали от суставов члены и поистине великое страдание должен был претерпевать доблестный муж. Но он переносил мучения с такой твердостью, что казалось вовсе не чувствовал боли. В молчании претерпевал он тяжкие раны, и мысль, что он страдает за Христа, была для него достаточным утешением среди жестоких страданий. Когда устал Валерий, устали и бьющие, у Азофадора же мучения только увеличивали радость. Христос взял с небес на его подвиг и, уготавляя награду при виде доблестного терпения раба своего, призвал его к себе, чтобы он нашел покой после стольких трудов. Он тотчас предал дух в руки Господа своего, оставив свое мертвое тело мучителем. По повелению Валерия оно было оставлено без погребения, в пище с зверям и птицам. Но с наступлением ночи некоторые из верующих, взяв тело святого мученика, предали его тайно погребение. После этого Валерий, призвав святых мучеников, карта и попил, сказал им, «Безумный ваш слуга принял достойно за дела своей смерти, потому что не захотел принести жертву бессмертным богам. Почему же вы, будучи мудрыми, не изберете себе того, что для вас полезно, но хотите быть подобными человеку, поискому несчастному, который безумно предпочел жизни и радости, мучительный смерть? Слыша это, святые обречили Валерий и назвали его бизонцем, воздав хвалу святому Агофадору за множество, с каким он встретил смерть. И они сказали, что желают и себе такой же смерти. Были гонимы, претерпевали мучения и страдания, и каждый из них говорил вместе с Давидом, «За словеса уст твоих я сохранил пути жестокие». Вновь с этими страданиями Атран присоединились тесные оковы и суровые заключения в темнице. Святые же после тяжкого пути оставались в бодрствовании, вознося к Богу молитву в течение всей ночи. И Господь снова благоволил посетить их. И если им ангел Господень исцелил Атран, исполнил их сердца божественные радости, укрепляя их на больший подвиг. Когда наступило утро, мучитель думал, что святые совсем не могут ступить после вчерашнего пути, и велел привести их к Нему, чтобы посмотреть на их страдания. И увидев, что они здоровые и крепкие, что многие их невредимые лица светлые и веселые, приписало это силу них волшебства, и посему еще более увеличил их страдания. Обложив тела святых тяжкими железными оковами, Он погнал их в еще более далекий путь. Во время пути Он на одном месте принес жертву идолам и сел на судилище. Призвав Карпа, Он начал дружески говорить ему, как бы действительно сожалея его. Вот боги, сострадания в твоей старости помогли тебе пройти без труда такой путь. Зачем же ты оказываешься неблагодарным своим благодетелям, подвергая поруганию их честь? Послушай моего доброго совета и пойдем к богам вместе со мною, ибо я почитаю старость твою, сожалею о тебе и плачу о бедствии твоем, не как о чужом, но поистине как о своем. Но что делать? Ты знаешь, что сильно оскорбил меня, я не могу уже более терпеть. И когда ты ныне не послушаешь моего доброго совета, то я не потерплю твоей непокорности, если не ради своего бесчестия, то ради богов. Святой Карп отвечал на это. Совета твоего, который от света ведет во тьму и от жизни к смерти, никто не может назвать добрым, но назовет обольщением и сетью. Если ты почитаешь старость мою, то почему же не веришь мне, когда я отечественно подаю тебе совет? Ибо я более сожалею о твоей погибели, чем ты о моих страданиях. И весьма печалясь о твоем бедствии, что ты возложил надежду на суету на ложных богов, которые действительно снесут боги. И почитаешь таких богов, которые не избавят тебя от вечных мучений. Ведь они бездушны, созданы человеческой рукой и не могут на самом деле называться богами, будучи суетными и ни на что не годными идолами. Валерий не мог долей сносить бесчестие своих богов и повелел палачам взять святого карта и привязав его жестоко бить терновыми розгами. Когда били святого, все тело его было изранено, и части плоти, отпадая под ударами, летели на землю. Но этого было еще малому учителю. Он призвал других палачей. Одни из них опаляли ребра карта с печами, и другие посыпали раны его солью, так что земля орошалась кровью святого. Жилы разрывались и причиняли ему весьма тяжкое страдание. Мученик же, чем более увеличилось его мучение, тем сильнее укреплялся в любви к богу и терпении. Стоя связанный, он улыбнулся среди мучений, и князь спросил его, «Почему ты, Карп, засмеялся?» Он же сказал, «Я видел предназначенную мне благодать Христа моего, и потому возрадовался. Ибо святой видел в это время небеса отверстными Господа, сидящим на престоле, и хирургинов, и хератинов вокруг него. Так утешил Господь своего раба среди мучений, и превозмогла благодать Божией все страдания, так что святой забыл о своих болезненных ранах и о тяжких мучениях, которые доблестно претерпевал. Он был мучен до тех пор, пока не устали мучители, и заключенный после мучений в темницу, благодарил Бога, восподобившего его пострадать за него. Потом, вызвав на суд святого Папилу, Валерий начал спрашивать, как бы впервые видел его, «Какого ты рода и отечества, и каков род твоих занятий?» «Ты уже знаешь, — он мне отвечал святой, — что я родился от благородных родителей в городе Пергаме, владея искусством врачевания, не того, что зависит от трав, растущих на земле, но того, которое подается свыше от Бога. Это врачевание не только пользует тело, но исцеляет и душевные болезни». Тогда судья сказал, «Искусство врачевания не может быть, помимо изучения того, что написано Галином и Гиппократом, которым искусство врачевания дано от богов». Папила отвечал, «Галин, Гиппократ и ученики их только могут вылечить, тогда больного, если мой Христос по неизвеченному милосердию соблаговарит подать ему свое врачество». Ильич, оказывается, напрашно наше искусство и бесполезна их опытность во врачебном деле. А те, кого ты называешь богами, как могут позаботиться о чем-либо здоровье, если сами себе не могут ни в чем помочь? Если хочешь узнать истину, испытай на деле. Вот ты видишь, что сидящий возле тебя слеп на один глаз, пыль же твои боги подадут ему прозрение, и я после того ничего не скажу. «Может ли кто быть такой, чтобы исцелить его?» сказал на это Валерий. «Не только это, — отвечал святой, — на и всякие другие неизвечимые болезни исцелить тот, кто призовет Христа, исцелителя всех болезней. Так позже мы увидим ныне то, что ты говоришь, — сказал Валерий. Искали его перед нами, если ты в силах, так, чтобы он прозрел». «Я не хочу тотчас же делать этого, — отвечал Папило, — чтобы ты не стал приписывать чудо своим бесам. Но пусть сначала ваши врачи призовут которого-либо из своих богов, потом и я покажу могущество моего Христа». Когда Валерий созвал своих жрецов и повелел им призвать богов, чтобы они исцелили этого слепого советника, они взывали к суетным богам своим, призывая каждый из них своего бога. Вот это Павлоуна, другой Асклипия, а весь Веса, другой Гермеса, и было достойное смеха дело. Весь день они взывали к своим богам, молились тем, которые не могут оказать никакой помощи, взывали к глухим, приносили жертву бездушным, и, будучи сами ослеплены душой, оказались не в силах просветить одного телесного ока. Что же делает храб Христов? Он возил на небеса очи телесные и душевные и призвал милосердного Господа. Потом прикоснулся своей рукой к слепому оку, сотворил над ним крестное знамение, и оно тотчас ясно прозрело. Человек так не только прозрел телесным оком, но просветился и душевными очами. Ибо божественный свет коснулся его сердца, и он, как бы пробудившись от сна, познал немощность суетных богов и уразумел силу любимого Бога Иисуса Христа, света истинного, просвещающего всякого человека, грядущего в мир, и уверовал в него. И только тот человек, но множество других людей пришли через этот чудо к познанию правды. Ибо кого это преславное чудо не привело к удивлению и вере? И всякий вид, и слыша это, говорил поистине. Велика сила Христа, и он есть истинный Бог. Но хотя и все славили истинного Бога, однако беззаконный Валерий не захотел познать его и воспылал еще большим гневом на святого по пиву. И вместо благодарности за такое благодеяние он умрел привязать его к дереву и бить нещадно. Во время этих побоев святой Попила скорбел не о том, что его бьют, но о том, что они принимают еще более тяжких мучений. Напротив того Валерий видит, что великодушие мученика побеждает мучение. Приходил все в большее и большее раздражение и страдание, присоединял к страданиям. Он опалял бока Попила огнем и велел бросать на него камни. Но мученик и огонь переносил перпеливые камни падали на иное место, как бы почитая тело мученика, страдающие за Христа, не причиняя святому никакого вреда, камни поражали более бросающих. Когда же Валерий утомился и не знал, какой еще причинить святым мучения, то решил несколько помедлить, думая, что если отпустить на время святых, то рана их разболется и увеличивая страдания, сделает их более слабыми для предустоящего испытания. Но мученики, имевшие своим врачом Христа, ради которого добровольно принимали раны, были исцелены не только от страдания, но и от ран и язу. Так что не видно было и следа их ран, что весьма раздражало безумного мучителя. Чем более облегчались их страдания, тем более мучилось сердце Валерия и пылало яростью, как огонь. А в прошедшем немного времени мучитель снова сел на судилище, дыша жестокостью и взирая яростным оком. Святые же мученики предстали перед ним со светлым взором и веселым лицом, как бы ползанный на пир. Беззаконный хотел устрашить их самой своей яростью, но без боязненного сердца и из дерзновенных уст пихт он услышал такие слова. Зачем, мучитель, ты утверждаешь себя и своих слуг, часто приводя нас и отводя, мучая и не объявляя над нами последнего приговора? Надеешься ли ты отвратить нас от Христа и от истины, но скорее увидишь нас мертвыми, чем мы подчинимся твоему безбожному повелению. После этого по повелению мучителя были рассыпаны по земле черепки и железные гвозди. На них положили ниц обнаженных мучеников и начали их влочить, нося при всем жестокие удары. Но и среди этих мучений Господь не оставил своих рабов. Он поспешил к ним своей помощью, вдыхающий в лице их и оттемлющий от оскорбления их на умы 2.1. Внезапно эти черепки железные гвозди исчезли бесследно, средцы же остались невредимыми. Это возбудило в суде еще больший гнев, и он повелел резать бока их бритвами. Но святые славе Бога доблестно терпели все сие. После сего он собрал лютых зверей и устроил зрелище. Были приведены мученики, и на них была выпущена медведица. Все думали, что она тотчас умер, и расперзает тела их. Но та не обнаружила никакой кровожадности, и как бы почитая святых, легла у ног их и обнимала их. После того был выпущен лев, который не только оказался кротким, как и медведица, но Божья сила обнаружилась в нем еще более чудесным образом. И барыкая, он провещает человеческим голосом, порицая гонителей, и такое их упорство в жестокости. Они же заснули уши, считая все это колдовство, а святых мучеников судья повелел бросить в рост наполненный известью. Но напрасно трудился безумный, противясь Богу, который всюду хранил своих рабов невредимыми, ибо пробыв в этой извести три дня, они вышли здоровыми и невредимыми. Чем более Валерий убеждался, что не может преодолеть святых, тем более пылал на них гневом. А обувь железные сапоги наполнены острыми гвоздями. Он заставил бегать в них, но этим он не мог победить непобедимых воинов Христовых. Разжегши затем сильно печь, он бросил в нее святых. Вещи с ними вошла в среду пламени блаженного Агафоника, сестра святого Попилы, пожелав быть участницей в тех же подвигах и умереть до Христа. Но огненная печь не только не опалила их, но силу Христову обратилась в прохладное место, ибо сошел великий дождь, погасил огонь и остудил печь. Когда святые вышли из печи не гребенами, то снова были заключены в темницу, в которой пели Богу, как в церкви. мучитель мучитель не зная что еще сделать и стыдясь, что его победили, произнес окончательный приговор над мучениками, приказав головы их усечь мечом. Святые, когда их вели вместе с Агафоникой на место казни, радовались и, возводя очи свои руки к небу, молились не только о себе, но и за убивающих их, и таким образом окончили подвиг свой, будучи усеченным мечом. Святые тела были бесчестно выброшены и не были охраняемы. Верующие взяв их тайно предали честному погребению. Слово Господа нашего Иисуса Христа и Нужен с Отцом и Святым Духом честь и поклонение вовеки. Аминь. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. веков. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok